МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге обозначить планы на ближайшее будущее. О чем говорили и что обсуждали отечественные бизнесмены, рассмотрим в очередном выпуске телевизионного проекта «Бизнес и закон». Я Константин Харламов. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Работа на результат. Бизнес-климат в Казахстане улучшается, уверены эксперты и сами предприниматели. В бизнесмены я пошел, пусть меня научат. С 2019 года старшеклассников средней школы будут обучать азам предпринимательства. Быть достойным защиты. Нацпалата готова поддерживать только добросовестный бизнес. Свой долгий вояж по регионам Тимур Кулебаев начал с Магистауской области. Здесь обсудили результаты сотрудничества Национальной и региональной палаты предпринимателей. Именно в Магистауской области были опробированы многие инициативы и пилотные проекты, такие как проект по обучению предпринимательству ДАМУ, внедрение микрофинансовых организаций при Атамикен и многое другое. Какие перспективы ожидает местный бизнес, расскажем прямо сейчас. Открывая заседание, Тимур Кулебаев отметил плодотворную работу Национальной палаты предпринимателей с государственными органами, которая дает положительный эффект при решении проблемных вопросов бизнеса. За все время нацпалату поступило более 22 тысяч обращений и жалоб. В прошлом году их насчитали почти 5000, из них 40% были удовлетворены пользу бизнеса. Подобные обращения позволяют составлять реестр системных вопросов в стране, с тем, чтобы уже их решать в масштабах всей страны. 70% практически всех вопросов, которые у нас были поставлены для принимателей, мы на сегодняшний день решили. То есть внесли изменения в законодательство, некоторые акты изменили, отменили. И я думаю, что введение бизнеса в Казахстане за последние годы бизнес в Крымной стране улучшился значительно. И тем не менее, работа с обращениями и жалобами не останавливается. Да, решение системных проблем позволяет снять большое количество вопросов с повестки, однако появляются и новые. Хотя порой представители власти не упускают возможности покошмарить бизнес. Но бизнес научился быстро реагировать и решать вопросы оперативно. И все уже прогресс имеется, работа ведется. Многие вопросы на карандаше у руководства НПП и страны. Первые вопросы – это семейные вопросы, вопросы архитектуры и строительства, налоговые. Значит, вот эти все вопросы мы на самом деле в рабочем режиме отрабатываем за кематом. Здесь участвуют и наши генеральные советы, здесь участвуют и дирекции. Но область обретучает, лучше сказать спасибо, потому что он как член правительства на всех завещаниях сидит и постоянно присутствует во всех ключевых обсуждениях. И правительство в целом очень хорошо держит руку на пульсе развития предпринимательства страны. Те вопросы, которые возникают, смотрят, решают. То есть мы благодарны правительству за то, что есть такой активный диалог и активная, действенная поддержка не на словах, а на деле. Мангистауская область, по мнению главы нацпалаты, отличный регион для развития туристического бизнеса. Необходимо предоставлять услуги проживания, сервиса, питания и логистики высокого уровня и качества. Бизнес должен принять активное участие. Это же весьма привлекательное и прибыльное дело, посоветовал Тимур Кулебаев. Так что местным предпринимателям есть над чем подумать и есть, что предпринять. Следующим регионом, который посетил Тимур Кулебаев, стала Южно-Казахстанская область. Здесь у местных предпринимателей также имеются и свои достижения, и вопросы, которые необходимо решать. Тем не менее, бизнес в регионе растет и развивается. Только в прошлом году с помощью палаты предпринимателей удалось защитить права предпринимателей на 4,5 миллиарда тенге. К тому же у региона есть свои индивидуальные особенности, которые также стоит учитывать при планировании, создании и ведении бизнеса. О каких нюансах говорили в Шимкенте, смотрите в нашем следующем материале. В Шимкенте в совещании по вопросам развития предпринимательства и экономики региона принимали участие Акимы области и города, члены регионального совета палаты предпринимателей, депутаты областного маслехата, бизнесмены и руководители госорганов. Посыл ясен всем. Для экономической стабильности и развития региона необходима совместная слаженная работа. По сути, все находятся в одной лодке, а значит, и плыть должны в одном направлении. Только в этом случае будет положительный результат. Проигравших в развитии огромного экономического потенциала региона быть не должно. Мы тоже занимаемся тем, чтобы снижать уровень коррупционных рисков при осуществлении предпринимательской деятельности. Одновременно мы ведем работу, потому что там, где есть системные вопросы, мы ведем работу для того, чтобы на законодательном уровне снизить коррупционные риски. В частности, это касается вопросов государственных закупок, это касается вопросов предоставления земельных участков, архитектуры, строительства. И я думаю, что наша та системная работа, которую мы ведем, она приведет к реальному, значительному снижению коррупционных рисков, к более комфортным условиям для ведения бизнеса в Казахстане. Особенность Южно-Казахстанской области, ее густонаселенность и в то же время самая большая рождаемость по стране. Эти нюансы Тимур Кулебаев также призвал учитывать. Более того, по предложению НПП «Тамикен» в школьную программу вводится новый курс «Основы предпринимательства и экономики». Он подготовлен специалистами нацпалаты совместно с Министерством образования страны. В пилотном режиме его начнут водить с сентября этого года, а затем уже с 2019-го этот предмет будут изучать старшеклассники во всех школах Казахстана. Навыки предпринимательства никому не помешают. Таким образом мы надеемся вовлечь еще большее количество молодежи в предпринимательство. Это очень важно, поскольку население Казахстана растет, и нам необходимо развивать несырьевые сектора экономики. И, конечно, предпринимательство – одно из таких огромных ниш, где мы можем потенциал людей, которые хотят заниматься бизнесом, реализовать. Для Южно-Казахстанской области это очень актуально, потому что у вас самая высокая рождаемость в стране, и как занять людей, занятости – вопрос. И в то же время, как чтобы они занимались продуктивным трудом, чтобы сами себя кормили на ноги, вставали. В то же время через налоги, через бюджетную систему поддерживали социальные программы региона. Нацпалата оперативно старается реагировать на происходящее не только в стране, но и за ее пределами. Так инициированы массовые проверки ТРЦ и мест массового скопления людей по всей стране после трагедии в Кемерово. Не забыли отметить и массовое пищевое отравление людей и в самом Шимкенте. Цель – повышать ответственность самого бизнеса. Если кто-то решил заняться сомнительной деятельностью, а потом надеяться на защиту НПП от Амикен, то все это зря. На эффективное сотрудничество может рассчитывать только добросовестный предприниматель. Мы как бизнес-сообщество должны повышать ответственность предпринимателей. То есть если мы говорим, с одной стороны, снижаем давление государственных органов, контрольно-надзорные функции, в то же время должны развивать другие инструменты. Это саморегулирование, это введение вопросов страхования ответственности. И, в общем-то, через свое бизнес-сообщество мы должны регулировать нормативы и подходы для того, чтобы предприниматели вели добросовестно свой бизнес. Мы, как Амикен, повторюсь, будем поддерживать добросовестных предпринимателей, те, кто платят налоги, те, кто соблюдает все законодательные нормы. В аналогичном мероприятии, но уже в Жамбылской области, принимал участие Аким региона Аскар Мирзахметов, представители госорганов и бизнесмены. Здесь отмечен значительный вклад малого и среднего предпринимательства в экономику региона. В прошлом году сумма налоговых поступлений составила 28,5 миллиардов тенге, или 35% от общего объема поступлений в бюджет области. И это еще не предел, считают эксперты. Прежде всего мы начали ревизировать, что себе представляют действующие предприятия, действующие производственные базы. На сегодняшний день мы уже имеем определенные представления, составлена такая база. Есть информация о проставивающем предприятии. К сожалению, какие предприятия имеются, есть информация о проставивающем производстве баз. Поэтому сейчас по этим предприятиям у нас составлен конкретный план, Мы составим конкретный паспорт каждого предприятия и по этому плану мы совместно с областной палатой намерены проводить целенаправленно конкретную работу. В прошлом году в региональную палату предпринимателей поступило 162 обращения. Из них 59 решены положительно. Защищены интересы предпринимателей на сумму 2,5 миллиардов тенге, а 7 чиновников привлекли к ответственности за вмешательство в бизнес. Шестерых дисциплинарный, одного к административный. Ведь только работающий бизнес может платить налоги, пополнять казну, создавать рабочие места. Поэтому заигрывать с бизнесом не стоит. Ему надо оказывать содействие, а порой просто не мешать. По налоговому кодексу поручения главы государства есть, чтобы совместно с правительством Атамикен отрабатывал налоговый кодекс, чтобы поддержать предпринимателей с точки зрения того, чтобы практика ведения бизнеса здесь упрощалась. Тимур Кулебаев отметил большую работу по переводу большого количества услуг госорганов в электронный формат. Контакт предпринимателя с чиновником сокращается до минимума. Госуслуги будут объединены в один продукт и оказываться в режиме одного окна. В результате мы ожидаем, что время на оказание таких услуг сократится с 50 до 1-3 рабочих дней, заявил председатель президиума НПП Атамикен. С этого года начал работать на Национальный таможенный кодекс. Мы привели свои кодексы национальных в соответствие. Но то, что касается упрощения снятия административных барьеров, 17 таможенных процедур с этого года будут переведены в электронный формат. И таким образом, во-первых, будет происходить ускорение таможенных процедур. Мы полагаем, что это будет происходить уже до 4 часов по оформлению таможенных процедур. Плюс, конечно же, это и снижение коррупционных рисков. О преимуществах электронного формата говорили и в Талдыкургане на региональном совете Палаты предпринимателей Алматинской области. В рамках проекта «Правительство для бизнеса» проводится работа по реинжинирингу и автоматизации мер государственной поддержки и выведению услуг в единое окно Атамикен Сервисес для бизнеса, осуществляемые институтами поддержки предпринимательства. Вопросов будет рассмотрено еще очень много во всех регионах страны. В частности, следующая встреча с предпринимателями состоялась уже в Северо-Казахстанской области. И где бы мероприятия не проходили, везде цель одна – услышать бизнес и создать максимально комфортные условия для его введения. Обсудить тему сегодняшней программы к нам в студию пришли Лаура Ахмеджан, основатель консалтинговой компании и частный предприниматель Бахта Алибеков. Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Итак, тема у нас – отчет нацпалаты, действия, бизнес, климат в Казахстане. И вот первый мой вопрос – тот самый бизнес-климат. Как вы его сейчас можете охарактеризовать в Казахстане? Есть ли улучшения или что вообще происходит, на ваш взгляд? Лавра. Еще раз добрый день, приветствую Бахат. Я думаю, что все-таки, конечно же, бизнес-климат улучшается, это однозначно. Это видно даже по состоянию дел и на регионах тоже. Очень много открывается разных диалоговых площадок. Со стороны государства, естественно, принимаются очень хорошие меры по улучшению бизнес-климата. Это субсидии, инвестирование, различных стартапов, проектов. Однозначно видно, что, будем так говорить, государство повернулось или так более заинтересовано, будем так говорить, в предпринимателях. Что еще можно добавить? Ну и сами предприниматели, мне кажется, стали активнее намного. Я имею в виду, естественно, в регионах. Конечно же, еще до идеального образцового состояния это далеко. Но мы потихонечку приходим к той эволюционной ступени, где уже четко и предпринимательская сторона, и бизнес-среда, и государство понимает, что мы должны быть равными партнерами и ответственны за улучшение бизнес-среды. И обязательно должны иметь очень хорошую обратную связь, коммуникации друг с другом. Бах, но вы как представитель, производственник, у вас как впечатляет? Я хочу добавить несколько слов. Здравствуйте. Что я могу согласиться с нескольким вопросом Лауры и не согласиться, потому что вот я как малый предприниматель уже 6 лет открыл свой цех по производству пенополитановых и короэлементов. Это вид деятельности в Казахстане почти что неизвестен. По-моему, я один, только второй производитель. Один находится в Чемкенте, и здесь в Астане только второй. Наша деятельность связана с инфраструктурой города. Например, все здания сейчас облагораживаются или показывают свой вид фибробетонными декор-элементами. Фибробетон – это очень тяжелый, дает огромную нагрузку на здание. То, что мы производим, она очень облегченная и делает эстетический вид города, здания, очень красивым и долговечным. То есть продукция ваша достаточно конкурентоспособная? Да, конкурентоспособная на рынке. Сейчас, в данный момент, мы заключаем договора, участвуем в тендерах с крупными компаниями города. Мы уже заключили несколько договоров, уже производим продукцию, уже делаем. Но со стороны государства, со стороны именно дому, я вот 4 года бьюсь, не могу добиться кредита. У них очень сложный процесс получения займа или кредита. Там они требуют, банки требуют очень много бумаг и в основном требуют залог. У меня цех огромный, 500 с лишним квадратных метров, встает дорогостоящее оборудование, весь процесс работы идет. Они, несмотря на это, цех не принимают во внимание, потому что недвижимости, как такое у меня нету, я не могу положить залог и поэтому не могу получить кредита. Так я нигде не могу, как-то сказать, инвесторов искать или что-то. Если бы кто-то посмотрел из предпринимателей крупных, это производство полиуретановых декор-элементов, можно построить завод в Казахстане, потому что мы сейчас пользуемся продукцией ТОП Европы и Москвы, Европласта. А то, что мы производим, это уже конкурентоспособная, потому что технология соблюдена вся. Мы сейчас уже как предприниматели стали химиками и технологами, чтобы производить эту продукцию. Я ездил в Венгрию, в Россию, в Китай, всю технологию изучил. Выпускаем продукцию, которая уже даже не горючая. Выпускаем продукцию, которая уже сверху на пыление идет, как искусственный камень. Она прям в форме получается, не отличить от искусственного камня. Но в разы дешевле, чем сейчас материалы, которые продаются на рынке. То есть у вас сейчас стоит вопрос именно о доступности тех самых кредитных средств. Да. Если было бы упрощение как-то, чтобы кредит можно получить без проблем, расширить можно было быстрее. Чем за 4 года или за 6 лет можно было за 2 года все это вынести на рынок. И вопрос еще состоит в том, что мы не можем где-то выставиться. Нет отдела продаж. Чтобы сделать отдел продаж, нужна недвижимость, нужно где-то арендовать помещение. А все деньги мы сейчас пускаем именно на производство, чтобы выпустить продукцию. Чтобы самим сделать пресс-формы. Пресс-формы очень дорогие. Чтобы закупать где-то. Мы сами его делаем. Мы сами его делаем. Потому что у нас есть в штате скульпторы, художники, конструкторы, мастера. Все, механизм. Все это придумываем сами. То есть развитие идет, но не такими быстрыми темпами. Развитие идет, да. Не такими быстрыми темпами. Потому что за эти 6 лет можно было продвинуться очень далеко. Следующий вопрос у меня. Имеются данные, что давление на бизнес снижается. Подписанные у Нацпалаты меморандумы с Верховным судом, с Генеральной прокуратурой, с Агентством по делам Госслужбы и противодействию коррупции. Вы на себе это ощущаете? Есть ли проблемы у вас с проверяющими, с надзорными какими-то органами? Ну, я не знаю, как у Бахэта на производстве. У нас только вот со стороны налоговых органов это камеральный контроль. Что у нас осуществляется, вы сами знаете, в электронном виде. И, значит, если вы сами ведете бизнес транспарентно, открыто, честно, своевременно производите налоговые платежи, все обязательные выплаты, то проблем на основании своего бизнеса могу сказать, что проблем нет. Но вот, в общем, то, что я, какой статистикой, например, информацией владею я, например, как консалтинговый бизнес у моих клиентов, как таковых тоже больших проблем нет. Нет, естественно, есть определенные плановые проверки встречные или там такая же камеральная осуществляется контрольная проверка. Ну и все. Единственное, конечно, что Бахэта скажет по своему производству. Ну, насчет этого у нас очень даже хорошо идет, потому что первое у нас идет противопожарные, санимпедомстанция. Все это уже мы прошли, а со стороны налоговой никаких проблем нет. Работа вообще-то улучшение в разы идет. То есть утверждение верное получается, если бизнес добросовестный, то, в принципе, ему уже никто особо и не мешает работать. Да. Вот по первому вашему вопросу можно вот дополнение к Бахэта? То, что проблема Бахэта при получении из определенных финансовых институтов субсидий или, допустим, денежных средств на развитие своего бизнеса. Здесь вы уже сами поняли, по той информации, которую проговорил Бахат, нет залоговой недвижимости как таковой. То есть мы узнали, что производство находится на дачном участке и так далее. И по вниманию не берется там цеха и так далее. Да, конечно же, такая палка о двух концах. То есть здесь банки второго уровня, ну, я пока не говорю о банках второго уровня, они не хотят, очень не с охоты выделяют кредиты. Почему? Потому что сразу кругленькая сумма у них становится, как бы, опасной, как их называют, токсичными активами для них. Да, в зоне риска. А, значит, предприниматели в сфере производства, как, например, Бахэ, да, тоже боятся брать сильно кругленькую сумму и отдавать хорошую недвижимость в залог банку. Почему? Потому что, ну, в случае, например, банкротства, ну, всякое может быть, да, допустим, может бизнес провалиться, там, допустим, не справиться с задачами рынка. И вот в этом случае предприниматель боится, что различными, кавычка, серыми схемами эта недвижимость может уйти с молотка, да. То есть такая вот палка о двух концах. Я абсолютно согласна и поддерживаю Бахэ в таком направлении, вернее, в тех его предложениях, в тех его высказываниях, по части упрощения, да. То есть, мне кажется, тому еще более должны проработать инструменты упрощенные выдачи и субсидий, значит, денежных средств на развитие малого предпринимательства. То есть, в принципе, по рассказу Баха тоже видно, да, что серьезные, как бы, задачи ставит предприниматель. В то же время здесь, наверное, должен быть, может быть, такой индивидуальный подход к каждому кейсу, да? Да, индивидуальный. Это человек, да, показанно, да. Цех у него большой, с дорогостоящим, как сказал Бахта, оборудованием, находится, ну, да, в дачном массиве. Земля, как говорится, может не предоставлять такую там ценность, да, но в то же время объект есть, работающий объект, который приносит налоги, который зарабатывает деньги, который создает рабочие места. Вот в этом плане, наверное, как-то стоит, может быть, и банкам, и другим организациям, предоставляющим взаимные средства, именно в индивидуальном порядке все это рассматривает. Да, и в этой ситуации, например, я Бахта рекомендую, не просто, например, допустим, в общем порядке подходить, как бы, в дому, в хорошем понимании слова, уметь презентовать свою продукцию, свою компанию, как бы, быть очень транспарентным, я не знаю, как бы, дойти до первых, может быть, руководителей, которые имеют голос, не знаю, пробовали, не пробовали. Ну, недавно была встреча, пригласили Халлокбанк, там были представители ДАМО, Сакемата, отдел предпринимательства, Сатамикена были, и там вопрос как раз стоял. Если в год дается 16 человек, 16 бизнесменам деньги, и всего лишь там выделены 240 миллионов, я вот спросил, вопрос задал, а на какие цели выдали? Ну, кому-то выдали для открытия фотосалона, кому-то выдали деньги для продажи игрушки. Я говорю, именно вот ДАМО не подходит к человеку тем критериям, что нужен этот твой производство или там твой бизнес именно городу, нашему государству или там народу, чтобы она была востребована. Игрушку можно, конечно, игрушку тоже хорошо, можно продавать, но игрушки в тысячи местах продают. Но если производство открывает человек, который стремится что-то показать, что мы можем конкурентоспособно быть с Западом или там с этими нашими соседями с Россией, то почему его не поднять? Ну, честно говоря, ни один человек не заинтересовался, что выпускаем, в каких цехах выпускаем, какие оборудованные стоят, потому что эту технологию изучали уже, например, в Европе, она идет более 60 лет. В России только уже где-то лет 15-20. В Казахстане вот третий-четвертый год только идет. Я не боюсь трудностей, конечно. Если бы у меня недвижимость даже большая, огромная, я бы ее туда вложился бы. Я продал то, что у меня было и две машины там, и дом, который находился еще, и построил этот цех. Но, как сказал наш президент, если построишь цех, он тебе прокормит и дом построит. Вот таким темпом пока еще идем. Ну, тогда получается, вот в любом случае, я думаю, что вот такие передачи, как ваш, Константин, я думаю, поспособствуют доведению информации до нужных компетентных органов. Я хочу сказать, что все-таки действительно бах от прав при выдаче, при решении комиссии, да, кому выдавать денежные средства на развитие, я думаю, что приоритет должен быть производственной компании. Потому что, вы сами понимаете, у нас сплошные торговые дома, сплошные развлекательные центры, да, и так далее. Ну, конечно, опять все это, я согласна с бах от этого, это тоже нужно, да, но это не столь, я сказала бы так. Надо как-то определить вот те самые приоритеты, которые необходимо развивать. И производство. Тем более производство, у нас сейчас вот высшая руководство страны говорит, что производство именно должно стоять на первом месте. Абсолютно. В то же время мы заговорили, прошу коротко каждого из вас ответить, вот все-таки возможность появиться на диалоговой площадке, вот обратиться со своим вопросом, они расширились, они улучшились. Вот я знаю, что у вас в Уральске есть подобные прецеденты, да, когда действительно диалог как-то с властью, он налаживается. Есть такие моменты? Да, у нас есть компания «Уралвизинс сервис консалтинг» в городе Уральске, западно-казахстанской области. И хочу сказать, что, значит, вот при НПП Атамикен западно-казахстанской области, значит, существует и очень платформно работает диалоговая площадка, есть, ну, это называется день открытых дверей встречи с Акимом города, это отдельно, с Акимом области. То есть каждый предприниматель имеет право записаться, этот, значит, разговаривать. Естественно, Аким области или Аким город не сидит один, сидит вся команда, то есть тут же даются какие-то команды, значит, принимаются какие-то решения по решению проблемы, с которой предприниматель пришел на встречу с Акимом города или области. Я считаю, в этом плане НПП очень хорошо работает. Я вот с 2003 года на рынке, я думаю, что с каждым годом я вижу улучшение. Барьеров меньше, естественно. Спасибо вам за то, что вы пришли в нашу студию, за интересную беседу. Вам хочу пожелать процветания бизнеса. Спасибо. Бахт, вам, соответственно, что вас услышат, заинтересуются вашим делом, и ваш цех, как вы сами сказали, поможет вам построить и дом, и все остальное. Самое главное, что ваш бизнес будет расти. Спасибо вам. Спасибо большое. И на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю в этой же студии. До свидания. Удачи вашему бизнесу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Спасибо.